сегодня джигит ездил очень-очень далеко прямо все песни уже перепел прямо далекий север такой ездил бак половина бензин жах я хамуха километры много намокал на хамуха гранитный вот это озеро надо посмотреть на карте никогда не бывал очень далеко от дома мой крупный такой машина видит навстречу сейчас разменемся немножко потому что я одним рукам камера держу одним чешу одним место надо это чтобы не врезаться короче зачем ездил джигит пасаны убил лошадей табун хороший такой лошадки японский ямаха называется 25 лошади такой табунок значит может повода бегать вода водичка знаешь озеро теперь надо знать шайтан арба который по вода плавать может лодка называется и на его это японский ямаха мама вешаем и беляха муха развивает нам кудри ветер значит этой самой водянисты лес такой весь горячий кругом и знаешь что прямо видно следы деятельность вещь бобров двух ног их это вот эти блин бляха муха чукчи которым все можно они дрова здесь пилить потому что дрова сухой веточки не надо чокеровщиком не надо работать значит и вот прямо это халява прямо они такой любит прямо воздороги так наложит кузов поедет продаст пузырь купит и прямо как советский человек счастливый такой пацаны недавно ездил большой земля получил шприц в рука называется вакцина блин какая не скажу блин а то будете там файзеры или модерны и были ныне астрозелики и джонсон джон какая разница вакцина из вакцина пацаны плат поездка был очень плохой я вам вот так друзьям скажу если есть такой который меня не любит уходите на хер вообще даже не слушайте только друзьям близким поездка был хреновый пацаны наш почему три раза полисайки останавливал и беляхомуха столько штрафов надавал что вообще блин не знаю блин гады такие сволочь прямо очень прямо ненавижу если есть пацаны желающие заработать деньги обращайтесь нанимаю киллеров вот гандоны такие теперь пацаны все ближайшие пять лет езжу строго блин это самая скоростя не нарушаю вот так стрелка ставим на 100 километров час этот круиз контрол ставим и все ну гады на сможешь такой технологии всякий блять изменяюсь за высокопарный французский прямо мерить тебя и встречный и поперечный блин и в задницу тебе это самое думаешь он проехал сволочь а он тебе один хер вычисляет гады такой и блин знаешь что не любит что у меня есть вот этот радар детектор блин говорит вот все преступники которые любят нарушать вас таким детек но были ну сволочь такой вообще давай больше не будем про них они не хорошие люди короче когда он будет помирать этот люди да да еще никто не придет не скажет браток как жалко что ты помираешь все будут просто ждать когда он сдохнет чтобы прийти и ему до могила написать вот так вот блин и пусть они сами были выбирает себе судьбу значит сволочь такой блин но мы значит едем значит далек твой столбик меня ждет стоит да нет значит едем обратно уже значит так везем табун лошадей и надеемся что еще по дизелим по водным просторам канадастана значит до свидания чуть-чуть уже проехали краешком глаза показать вам значит эти чудесные северные места будет тут этот заезд вообще не знаем даже хороший растительность местами очень скудный потому что тайга чахлый потому что север камни видишь и на камнях растут деревья это блин чингисает матов сволочь сюда ходил наверно здесь видел и это потом написал придумал книжка название такое но что-то больше ничего интересного пока другой песни поем выключаем камера значит еще один исключительно красивым местом ну дорога исключительно красивый это красный это национальный соскачеванский весенний цветок обозначает дырки на дороге пацаны я вот блин сам виноватый я вот проболтался что я теперь этот самый привито чипнутый и вы же теперь заколебаете дядя в о колись колись какую вакцину вам же интересно в канадастанах какие вакцины гуляют пацаны короче дело было так приходи туда там все схвачено описывать не буду сами знаете как у буржуя все говорят какую максину хотите хер говорит господин ягру мы люди в душе русский хотим чисто русский спутник остальные ваше не это самое не признаваем они ой спутник 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 полезно интернету шарится все ну как мы сейчас сделаем раз это достали водички значит туда хотели сахар насыпать и соль обречет дебилы что ли ничего не надо чистую колите говорю родную эту самую значит когда помирать тебе от стакан воды никто не подаст были а здесь хоть вкальнут были чуть-чуть все веселее короче спутники мы пацаны и спутники блин ключ будущего у нас и вообще роскосмос впереди планеты всей вот еще один исключительно значит интересный мест лишь сколько денег инвестировали чтобы обшить искусными бровнышками такими это место принадлежало нашим друзьям хорошим может быть и сейчас еще принадлежит пацаны я сплетни слышал новые чё правда что ли что русские короче говорят гудбай вот этому international space station короче как называется блин где космонавты там живут в небе и говорят мы сами мы наш мы новый мир построим новые спутники и будем отдельно жить от злобных буржуев я считаю что это правильно они достали суки они блин дырки смерлят были вредят как могут туалеты забивают блин хавчик украдут какой гориллу блин мужик выпилил хавчик украдут а потом нашим же и продают в три дорого барыги блин спекулянты долбаные блин где-то на бы на земле капитализму развели еще в небесах разводят пацаны это классное тело как бы блин примкнуть а тоже хочу принять участие поэтому вам не сочи блин тут столько бабла можно распилить это капец один хер никто не проверит построили там что-то или нет правильно инспекция же не прилетит не посмотрит более пацаны проект ништяк ни хера себе они уже бочку притащили с гору чем вот это место сгорело ну это были эти как competition а вот это аутфитер здесь американец купил это место наш скачеванский аутфитер продал его несколько лет назад это место они продавали бензин и в то время когда он был бензин где-то 80 90 копеек у них цена была рубль 68 ну конечно в долларах и кому пофигу те у них заправлялись короче там все было очень интересно и в новогоднюю ночь не в прошедшую в позапрошедшую вон из гореллы и долго там это страховка их мурыжило даже как там называется детектор лжи или как даже проходили ну подозревали что сами спалили в любом случае страховка дала бабло и теперь они строят ну не знаю блин когда бабло есть у этих ребят то они это им тяжело это что-то путевой с этим баблом сделать ну посмотрим посмотрим прибыли домой динамитрат ему корму насыпал там тут бардак не обращайте внимание вот такая вот фигня пацаны но моторик древний и наверное это бензин с маслом надо мешать я небольшая специалист и так но это но главное что есть вот этот бачок и шланг который думал нету дел был очень хороший товарищ давно уже пытается продать и а живет на севере а кто там купит правильно ну а я смотался и забрал давно уже так это я все дома на халяву мне привезет домой там с доставкой на дом то все а он что-то не едет и не едет блин ну думаю дождущий идет потому что это люди устали от вируса капитально устали и сейчас каждый это инвестирует в лодки там в квадрики всякую херню ну чтобы вырваться из города хоть как-то ну ага и ну а тут разговорились вообще там часов пять его использовал только ну как всегда знаете такие игрушки это обычно мужики купят а потом насколько их использует но мне нравится что короткая нога потому что длинные ноги закалебывает были на меня пару таких моторов было их обычная как тогда чуть ли вот как это здесь в северной америке машину с ручной коробкой купить дешевле так и с длинной ногой наверное для некоторых лодок обязательно нужно для высоких длинная нога такая для нормальных лодок не нужно и когда мелко задевает я это не люблю блины на как она так че поэтому короткая лучше но тяжелый запроса тяжелую зато эта мощность у меня был 10 лошадок это 25 лошадок я продал 10 лошадок потому что у меня спина сильно болела я думаю уже все больше никогда не смогу ой блин а как нифига себе а как она поворачивать не знаете пацаны что тут надо делать круче на посмотреть это блин нашел бензинский давайте мы все разбираетесь блин чё там надо с маслом или без но еще это в заключение хочу вам рассказать что мы моряки опытные в галифаксах жили и выяснили одну лодку с мотором купить чтобы тебе по душе было невозможно практически невозможно или лодка дерьмо или мотор дерьмо и поэтому покупайте отдельно мы все поддельные лошадей отдельно покрупнее знаешь такой мотор этот самый тяжелый она на дыбы как встанет она как помчится фиг остановишь блин твоя твойная лодочка и она всего 12 футов у нас а надо нам 14 16 чтобы все там раздалось море когда мы плывем ну как-то так ну а лак пар на улице ветер а мы тут спрятались значит и рассуждаем снег еще немножко есть пацаны приезжайте забирайте самовывоз короче дешево отдам работал ребята ой 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 боб клад вытащил большого ковчика отстегнул снежный и маленький земляной пристегнул и земля туда чуть гараж привез и позди контейнер привез контейнер поднял ваше теперь закрывается исключительно стоял криво знаешь смотрел туда наклонившись как избушка у бабы еги на восток а я его споднял и сделал правильно и теперь он счастливые двери закрывается красиво и все ну что ты ходишь здесь рысь придет тебя скушает бы как советский ваше мозги нету пацаны смотри что еще и быстро у не давать начало ты покажу закончила пресет матриоты профессионально сварка такой исключительно мощные значит и очень красивый сварка приварил и поставил знаешь зачем хочу короче потому что таскаю за этим за хиллуксом до за форанером квадрик не хочу чтобы до самого переда доезжал и давил сильно на него и поломается ахиллуксу правильно опустим тут немножко дальше так это отступивший потом ящик красивый сделал и вот эти вот за херовинки которые заезжать сделал а это а старая дорога отстегнул не очень мне нравилось не хочу чтоб сзади ничего вообще хочу чтобы сзади ничего не было скажем так может дровишки буду возить или чё посмотрим ну не ну колеса ты смотри какой резина пацаны знать что еще сделал короче взялся на всякие старые дерьмо нашел думаю сделаю я пилот проект стойку для мотора у тяжелый мотор ой звер просто 25 лошади еле из машины вытащил еле сюда поставил и потом знаешь поставил он такой стабильный все так нормально чуть-чуть только качается шатается ну а пойдет тогда на постоянку хорошие это не экспериментальный теперь это не пилот проекта окончательный скажем так пацаны там капот если поднимешь там вообще капец там всякое разное теперь надо узнать как масло мешать короче везде говорят что 50 к одному а тут смотри на моторич и написано вот тут вижу сбоку так лишь как будто 100 заправок на один каплю масла так вообще непонятно ничего и какие-то стрелочки типа бегай по кругу или чё хрен его знает давайте на дыбайте короче какой-то со времен царя гороха мотор типа ну может быть до 1р 2000 что-то даже как будто так по на рожке 1 или 2 там или чё но с маслом короче бухл этот самый тактный короче ну и надо посмотреть сколько маслов он любит вот так вот а какой модель же вам надо знать пойдете искать помогать мне вот смотри вот 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 я на лишь 25 потом маша саша и а буква лишь ну сделано в японии они в китае пацаны ну посмотрим как ну тяжелый хрен с ним дабли но это ну блин ну чтобы чтобы это самое чтоб лодка мычался прямо на глиссер чтобы выходил чтобы все рыбы прямо запрыгивали и у него значит еще и вперед есть и обратно ход то есть если вот это что-нибудь то что отступать тоже можно на полном ходу шучу я пацаны теперь надо лодка мощный а то на мой маленький лодка если поставишь перевернется вообще на дыбы станет но под капотом пасаны ваши там вообще там свечки там провода там фигнюшки всякие разные и блестящие и не блестящие туда не лазите вообще стрелку и белку покормите а технику не трогайте ну спасибо за компанию а еще пацаны знаешь раз джигит сварка в руки взял он же не будет просто так три раза зря вставать правильно прицепом варил и вот эта вещь вот этот вот фигнюшка который таскать всякие прицепы то все но там тот шарик вытаскиваешь да и втыкиваешь вот это вот и смотри какое профессионально болеем будете смеяться такие смешливые всегда любите смеяться не смейтесь нафиг нашел ржавый железяка загнул его красиво так и приварил исключительно профессионально исключительно мощно и даже ушки ему сделал зачем туда втыкаем короче едем без бревнышка столожим чтобы он так дома у христоса за пазухой получи бежал и вывозим культурно хочу раком будем корячься против деды зря что воевали что ли ну попробуем сработает на фигня или нет потому что в интернете смотрю блин тележечки два колеса платформа . куда вложить бровнышка блин 580 боксарей и шо пересылка столик додумаю застрелюсь я нафиг вон блин взял и сделал блин из дерьма бесплатно блин правильно ну пойдем кормить этих всяких разных смотрю как будто дождь обещает дочка едет гости внучку хочет привести показать первый раз в жизни блин вот так вот смотри навоза сколько ой 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 просить будете не дам можете только постоять понюхать и все